Дай почитать. Утром не встал инсульт, умер в скорой. Умер хороший человек, муж, отец, дедушка и отчаянный сердцеед. На похороны пришли не только родственники, друзья, но и пять любовниц. Вдовая Сильвия, Элиза, София, Сусанна и Меланья жена. Возле гроба Симона они вспоминают о прошедшей жизни, непростой, трудной, но для каждой из них самым светлым и прекрасным была великая любовь, которую подарил каждый из них Симон Каменщик. Он обладал чудным даром, умением любить по-настоящему, глубоко, самозабвенно. Он одаривал женщин счастьем, быть любимой. Софья положила в гроб подаренную им нить искусственного жемчуга, Элиза – флакон духов, Сильвия – кулон, Сусанна – свернутые рисунки. Меланья же, сняв с пальца стертое вручальное кольцо, надела ему на мизинец и обещала в скорости присоединиться к нему. Читать книгу непросто. У каждой из женщин своя тяжелая судьба, своя беда. Сильвия столкнулась с жестокостью, Элиза – с предательством, у Софии – выкидыши, Сусанна – с изуверством патриарха. Но Симон всех умел выслушать и услышать. Всем помогал залечить душевные раны и поверить в себя. Армянский быт, взаимоотношения всегда удавались на Рене Багарян, добрые, отзывчивые, готовые в любую минуту прийти на помощь люди, которые искренне и любят, и искренне ненавидят. Симон подарил каждой своей возлюбленной то, в чем они нуждались. Одной – возможность стать матерью, другой – способность любить, третья – уверенность в себе. Трудно ли было его жене? Все же Симон ей изменял, а измена – это испытание. Образ Симона раскрывается через восприятие его пяти женщин. Для автора есть два помощника ангелов на земле. Это Симон, обладающий редким утешительным качеством, свойственным только детям и старцам. В его присутствии странным образом отступали призраки прошлого, и порой достаточно было одного его прикосновения, чтобы успокоилось сердце и развеялась тревога. А второй – это касая Вардануш, единственным прегрешением которой было ее непотопляемое желание причинить добро всем и каждому. Симон с небес наблюдает за своими женщинами и с благодарностью и улыбкой прощается с ними. Вот такая светлая, грустная и тонкая получилась книга «16+.». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok